Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В этом видео я расскажу вам о том, почему биткоин может находиться рядом с тем, что мы знаем как пузырь, сравнимый с 2013 и 2017 годами. Я озвучу некоторые аргументы и покажу некоторую информацию, чтобы подкрепить это мнение. И начнем мы с этого твита, в котором Ник Яремчук пишет следующее. Не думаю, что имеет какой-либо смысл отрицать сходство этих циклов и то, что мы находимся у самого начала нового пузыря. Он отсылается на графики, которые можно найти на сайте вубул. Кстати говоря, тут очень много полезных графиков, так что, пожалуй, оставлю ссылку на этот сайт в описании под видео. Между прочим, пару раз он мелькал у меня в видеороликах. Ник также опирается на работу вубула в аргументации своей веры в то, что биткоин находится в начале нового пузыря. Давайте взглянем на этот график поближе. Фактически он указал некоторые периоды в цене биткоина красными и желтоватыми прямоугольниками. Таким образом он указал похожие отрезки, которые отрабатывали исторически, прежде чем биткоин уходил в новый пузырь. Как мы видим, перед пузырем 2013 года было две таких зоны. Идентично себя ведущие периоды цены были и в 2015-16 году, перед пузырем 2017. Ник интерпретировал эти ситуации на 2018 и 2019 годы. И таким образом понял, что потенциально главная криптовалюта находится совсем недалеко от нового пузыря, который будет уже совсем скоро, исходя из его анализа. Для идентификации схожести всех этих ситуаций он использовал две метрики. Realized Cap и Delta Cap. Когда-то давно, помню, я рассказывал в одном из своих видео, что это такое. Я даже не поленился и нашел этот ролик у себя на канале. Ссылку на него оставлю в описании. Поэтому в этом видео я не буду останавливаться на том, что это такое. Если интересно, посмотрите вот это видео и вы поймете, о чем речь. В сегодняшнем же видео я просто поясню, что происходит с этими двумя метриками и что они показывают. Итак, Ник обозначил красными прямоугольниками зоны капитуляции. Например, такую зону капитуляции мы наблюдали, когда биткоин с 6000 долларов резко улетел вниз, потеряв половину стоимости за короткий период времени. Исторически так сложилось, что в зонах капитуляции цена хоть и падала быстро и резко, но всегда так же быстро находила поддержку и отскакивала достаточно хорошо. На этих графиках хорошо видно эту поддержку, от которой после капитуляции отскакивала цена. Это красно-бордовая линия Delta Cap. После того, как цена уходила вверх от Delta Cap, наступала очередь второй зоны. На графике это желтоватые прямоугольники. Начинаются эти зоны от уровня цены предшествующей капитуляции, и при этом цена уже находилась выше линии Realized Cap, которая светло-оранжевого цвета. Если смотреть на актуальную ситуацию 2018-2019 года, мы видим, что первая зона капитуляции у нас отыграла идеально, прямо как два предыдущих случая в прошлом. Как мы можем заметить, сейчас мы подбираемся к концу второй зоны. И если посмотреть на две ситуации в прошлом, то мы видим, что исторически происходило с биткоином тогда. С окончанием второй зоны биткоин уходил в новый пузырь. Это видно вот здесь в 2013-м и вот здесь в 2017-м. Если это так, то существует вероятность того, что действительно в очень скором времени нас ожидает новое потрясение. Уже, наверное, в 2020-м году. Однако это не единственный график, который позволяет биткоин-энтузиастам полагать, что мы находимся возле нового пузыря. Также ник опирается на график биткоин Network Momentum. По-моему, о нем я еще никогда не упоминал в роликах, поэтому вот. BNM дает нам возможность проанализировать взаимосвязь между ценой биткоина и дневным объемом проходящих в блокчейне транзакций. Так уж складывается, ребята, что дневной объем транзакций в блокчейне является одним из ведущих показателей основных фаз биткоин рынка. Поэтому неудивительно, что ник использует его для своей аргументации. Как мы видим на этом графике, Network Momentum это череда повторяющихся паттернов. Причем очень важно, что это совмещается с предыдущим графиком, и мы можем наблюдать, как отыгрывает Moment в красных зонах капитуляции. В желтых же зонах Momentum находился в подъеме, начиная с Bull Market или бычий рынок. А теперь внимательно посмотрите красные зоны. Везде они сопровождаются ростом Momentum, даже вот здесь, во время последней капитуляции биткоина. Именно поэтому шанс на продолжение крайне высок. Когда после капитуляции цена отталкивалась от Delta Cap, а после выходила выше Realized Cap, это знак бычьего рынка. Если она так и остается над Realized Cap, то новый пузырь просто неизбежен. И как мы видим из этих двух графиков, биткоин готовится отработать все заново, начиная к концу 2019 и вплоть до 2021 года. Вчера я говорил, что ноябрь для биткоина в подавляющем большинстве случаев был хорошим. Я нашел очень информативную и крутую таблицу для различных месяцев. Это исторические показатели биткоина для каждого отдельно взятого месяца. Ноябрь только единожды был отрицательным в 2018 году, а средний показатель биткоина за ноябрь был 75%. Худшими месяцами являются январь и март. Я оставлю у себя в телеграме эту табличку, ссылка на телеграм будет в описании под видео. Можете потом изучить более детально. Поэтому я смотрю в наступающий ноябрь с оптимизмом, учитывая еще и вчерашний свой анализ, который я выложил на канал. Кстати, если не смотрели, можете посмотреть. Также не забывайте о халвинге, который будет в мае 2020 года, что уже очень скоро. Это большое фундаментальное событие для биткоина. Поэтому я почему-то весь на подъеме, прекрасно себя чувствую и крайне позитивно настроен по отношению к будущему биткоина. Нас ждет какой-то адский замес. Так что грустить особо некогда. Но как всегда, ребята, это не призыв покупать биткоин, а просто мои мысли. Ну и, пожалуй, все-таки эмоции. Давайте это признаем, я бываю эмоциональным. О, смотри, наш ребенок сейчас скажет первое слово. Интересно, что это будет, мама или папа? Б-б-б-б-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би-би Субтитры сделал DimaTorzok